Пассажиры Пассажиры Комментирует это событие кинолог Юрий Бегусяк, участвовавший в раскрытии преступлений вместе со своим караем Значит, дежурил я по городу вместе со своей жизненной собакой Около трех часов ночи поступил звонок от дежурного, приехала машина за мной Как мне сообщили, вызвали меня на разбойное нападение во Фонзийской районе Приехали мы на улицу Пражскую Возле дома стояла автомашина-такси с открытыми дверьми, ну явно брошенная, потому что Рядом стояла машина скорой помощи, я подошел к старшему, как мне объяснили Обстановку было совершено нападение на водителя такси Ему сели в машину Начали его обрезать, мы в процессе борьбы Ранили его, прострелили руку Ну ему удалось выпрыгнуть из машины А преступники скрылись с места происшествия Я решил применить собаку от машины ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы бы так его не стали, мы же не специально на таксистов шли Там больше ста рублей нет у них, у этих таксистов Чего его кидать? Мы приехали, остановились, я ему говорю Как тебе там шеф платят туда-сюда? Он говорит, да нормально, все платят Я говорю, у тебя зарплата и как? Он говорит, да нормально Я ему намекнул на зарплату, а не на это Что он, ну там, выручка его или что? Ну, не понял, а потом А блин, смытись У меня не было цели ограбить его Я не нападал Я был под угрозой Я, угрожая приятелю Сказал ему, что он забрал у него деньги Ну, мой приятель забрал у него деньги Потом таксист начал кричать, звать на помощь Я был в состоянии алкогольного опьянения Вот Как-то произошел быстро Поранил шофера уроку Потом Я вышел на дорогу, увидел машину Как раз была милицейская Вот Меня Поймали на терминошнике Вот Приели на место происшествия Там же стала скорая помощь Милицейские машины Вот Ну, собаке дали мой кроссовок И она, видимо, последовало так Нашла моего падения Подошел Мужчина какой-то с собакой Взял, за шкаляк повел Вперед! 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 Ленинградский питомник служебного собаководства Главного управления внутренних дел. Вот здесь и готовят собак к работе люди по профессии кинологи. Кинология в переводе с греческого значит наука о собаках. Владимир Емульянов и Андрей Орлов старшие инспектора кинологии. Старший это значит владеющий тайнами уникальной своей профессии. Владимир Иванович, а что главное в работе кинолога? Контакт должен быть с собакой. Четкий. Я вот смотрю на собаку, вижу, что что-то ей не нравится. Значит все, а то можно ее вообще запороть, она и работать не будет. Затормозиться и все. Ну у меня было две собаки. Это первый восточник был. Потом хром, немецкая овчарка. С ним было у меня тоже много раскрытий, чистых раскрытий. Первый раз я с ним выехал, дежурил здесь на питомнике и выехал во Всеволожский район. В одной из деревень ночью был взломан магазин. Похищены спиртные напитки, консервы. Сторож видел, что двое было преступников, они вылезли из окна, но он побоялся просто подойти и все. Приехал я на место происшествия. Это где-то был ноябрь месяц, мороз стоял. Давность была уже более трех часов. Собаку от окна поставил на след. Хорошо, что там никто пока не ходил, не топтался. И собака повела, вывела за деревню. И с другой стороны в деревню опять ввела. И прямо к дому калитки подвела. Ну заходим, стучимся в дверь. Бабуля из-за двери кто там? Говорю, милиция. Она сразу, ох, говорила этому Витьке, зачем же он столько вина принес? Говорит, зачем? Ну все. Заходим туда. Где Витька? Витька там пьяный спит в той комнате. Ну на столе водка стоит, допитая, пустые бутылки, недопитые, консервы эти, забегаем в комнату. Нету, я смотрю по кровати, нету на кровати. Собака, смотрю под кровать, Витька уже под кроватью заправилась. Вытащили. Сколько себя помню с детства, в доме всегда были животные, кошки, собаки. Где-то года за полтора до армии я поехал отдыхать в горьке и купил там овчарку, завор. В то время у меня же дома была собака одна, звали ее Руда. Прожили они полтора года вместе, я ушел за урок служить в армии, в программ войска. Во время службы у меня был такой эпизод, когда собака, я, в общем-то, тонул в болоте, и собака меня просто спасла. Если бы не собака, я бы, наверное, утонул. Блядь, блядь. Вперед! Вперед! Вперед, Гром! Вперед, Гром! Вперед! Вперед, Гром! Вперед! Вперед! После армии я пришел, работал за уроком, кинологом. Собака, когда стала старая, стала плохо слышать. Появилась слепота, глухота. Она проживала у родителей. Отец в один из выходных дней привез собаку домой, и Заур уже плохо видел, слышал, плоховатый был. Попал под КАМАЗ. Я года два, наверное, просто не решался завести другую собаку. Понимаете, когда собака, это тот же самый член семьи. Слез было, ну, все плакали, то есть у меня отец плакал, а мать плакала. И у самого-то тут неприятно было очень-то. Ну, сейчас вот растет смена, очень хорошая смена. Значит, товарищи, раз вы так пожелали и любовь проявили к нашим собакам, по условию нашему вы выращиваете нам нормальных собак. Нормальных. Прошу застрить внимание на этом. Значит, за то, что вы вырастите, поможете нам, мы у вас поощряем собакой той же породы или какой-то попросите. Но обычно поощряем теми же щенками. Прошу застрить внимание на этом. Квартира 23, дома 122 по улице Садово в Ленинграде, расположена на третьем этаже пятиэтажного дома. Труп женщины, правильно делать вложение, расположен в положении лежа на животе. Головой труп обращен к окну. Подошвенные поверхности стоп обращены к стене, противоположной к окну. Правая рука приедена к туловищу, левая находится под углом 45 градусов по отношению к туловищу. В правой боковой поверхности шеи имеется входное, колото-резанное ранение, вокруг которого кожа опачкана темно-красной, подсохшей кровью. С левой стороны имеется выходное, колото-резанное ранение, вокруг которого кожа также опачкана темно-красной, бурой, подсохшей кровью. Рядом с газовой плитой имеется тумбочка, на которой стоит банка, покрытая тарелкой, и имеется в тарелке окурок от папироса «Беломорканал». На кухонном столе лежит нож. Нож хозяйственный, клинок белого металла, длиной около 25 сантиметров. Лицо, совершившее данное убийство, было установлено. И как следователь, я хочу отметить, что в данном случае для раскрытия убийства и изобличения преступника большую роль сыграло применение служебно-розыскной собаки, при помощи которой был прослежен путь отхода преступника с места происшествия. Сейчас, по улице и с ростом преступности, в печати и у нас на телевидении просто всплеск интереса к милицейской теме. А почему ничего не говорят, не пишут о кинологах? Почему, Владимир Иванович? Ну, ладно, читатели и зрители не знают. У нас умилисты, мало кто разбирается в нашей профессии. Вся болезнь в том, что кроме кинологов никто не изучает эту работу собачьей. Никто. Они вот просто не понимают, что они думают, пришли, первые начали осматривать, сейчас по горячим следам они раскроют быстрее преступление. А потом, когда коснется, что уже все, в тупик попали, ну, нечем. Вспоминают кинолога, вот, давай кинолог еще попробуем. Вот приезжает кинолог, кинолог говорит, нельзя применить собаку. Просто, это, наверное, еще сказано безграмотности. Ну, никто не знает возможности собаки, способности их. У меня же такой случай был. Приезжаем, место происшествия, кража через окно. Ну, нормальные условия, так, применить собаку. Оперативник спрашивает, подходил кто-нибудь к окну? Нет, никто не подходил. Я говорю, ну, ладно, давай. След, он работает, след. Вот, собака, тот бежит метров тридцати там сзади и кричит мне, говорит. Собака, по-моему, в отделении у нас это ведет. Говорит, так, слушай, вы там не были? Я говорю, не стояли? Нет, 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 не стояли, говорит. Ну, все, я говорю, ну, мало ли, возле отделения это дорожка-то проходит, мало ли, тут преступник прошел. Хотя уже, что-то я засомневался. И тоже ему тут же след, след. И тут где-то я маленько зевнул, наверное, он у меня по следу и приводит в овощной магазин. Я запускаю собаку, ищи. Вот он всех ходит, обнюхал, все шкафчики рабочих обнюхал. Потом подходит к этому оперативнику, понюхал его, схватил его, как следует. Я говорю, все ясно. Я собаку на поводок, говорю, извините, до свидания, те стоят, все перепуганы, никто ничего не поймет. Что же все-таки произошло? Мы вышли, говорю, ну, черт, ты говорил мне, что ты под окном там не ходил. Говорит, да я только подошел, сразу посмотрел, говорю, есть ли кровь там, и отошел. Но собаке достаточно, работает след, свежий запах, который последний остается. А как же изменить это положение? Это наш больной вопрос, не только у меня, но и у всех, наверное, кинологов, которые дежурят. Я считаю, что кинолог должен выезжать своевременно на место происшествия, для его прибытия место происшествия должно охраняться. И если он будет осматривать место происшествия первым, применит разыскную собаку, то пользы будет принесено в раскрытие преступления больше, чем это мы делаем сейчас. То есть, значит, когда поступает сигнал, вызываем кинолога с собакой, кинолог должен выезжать первым. Первым. И производить осмотр места происшествия первым. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Мухарь. Хорошо, молодец, нашел, нашел, умница. Молодец, Кирилл, молодец. За успешную работу в этот день Марина Бойкова будет пощрена по службе. Но существует еще и доброе слово, которое, как известно, и кошке приятно. Не говоря уже о человеке с собакой. Но с добрым словом хуже. Отношение к кинологам у коллег неоднозначное. Вот вы были свидетелями, когда мы на рейд ходили. Да. А вообще вот сидишь в отделе, Даня, сиди спокойно, вместо. Вот, значит, сидишь в отделе, то есть, а мне говорят они, они сами говорят, что, да, зачем нам собака? Да мы сами как собаки, и даже лучше собак. Мы уже входим и сразу чуем, есть или нету, да, не место. То есть вот так. А на западе собаки ходят в бронежилетах, представляете, к ним еще приставлены там, чтобы их хранять. Собаки там в цене такие, за ними охотятся. А здесь он, я говорю, милый мой, ну ты проверишь, я все понимаю. Ну ты же будешь два часа искать. Я пустила собачку. Все, минута, две, три. Грамотный кинолог, он и с хорошо подготовленной собакой больше пользы принесет, чем какой-то два тех же оперативника. Для нас дорога каждая минута для работы с собакой. Это хорошо, если сразу выехали, 20-30 минут проехали. А то у нас же там, пока районные подразделения проверят, пока сами все свои возможности силы не испробовали, потом кинолог выезжает, проходит два-три часа. Ленинградским таможенникам на юбилей пограничники подарили Агата, русского спаниеля. Агат, по утверждению кинолога Дмитрия Бугрова, работник самоотверженный и горячий. Таможня сейчас расширяет кинологическую службу. Здесь высоко ценят этот удивительный инструмент природы собачий нос. Говорят, что он чует в сто раз лучше нашего. Как показала практика, лучшие специалисты получаются из бывших инструкторов службы собак погранвойск. Владимир Иванович, а как и где у нас готовят кинологов? Готовят в школах МВД служебного собаководства Нальчика и Ростова. Подготовка кинологов и собак низкая. Если бы у нас была своя материально-техническая база, мы бы готовили специалистов значительно лучше и в более короткие сроки. И поэтому хотелось бы, чтобы нам, как эксперимент, в Ленинграде разрешили организовать такую школу. А вот что это за испытание собак? Это финский метод проверки нервной системы у собак. Определяем их пригодность к той или иной службе. Таким методом собака проверяется один раз. И здесь видно, пригодна эта собака к несению службы или нет. Здесь видно пассивная реакция собаки, активно-оборонительная реакция. Трусливая или агрессивная? Или агрессивная. Трусливая или агрессивная? Так, Игорь, показывай, как выполняется команда «Лежать». Правой рукой за поводочек дергаешь собаку вперед, левой нажимаешь на круг, поправил ее, если она неправильно легла. Так, похвалил, похвалил ее. Так, понял? Так, смотри. Команда, прием, команда «Сидеть». Левой рукой нажимаешь на круг, правой подтаскиваешь за поводочек вверху, похвалил, хорошо. Попробуй, иди попробуй сам. Так, поводок в правую руку, коротко-коротко взял правую руку. Команду «Лежать» даешь. Лежать. Лежать. Так, поправил ее, поправил, чтобы правильно, правильно ложилась. Так, за лапки и все. Так, поставь собаку. Поставь. Стоять. Хорошо, хорошо, молодец, хорошо. Банальный вопрос, Владимир Иванович. И все же расскажите, как вы стали кинологом? После армии ходил я в море, ловил рыбу. На судне был у нас беспородный пес Шурик. Приучил я его различным командам держать конфеты на носу. По команде «Горизонт» он бежал на верхнюю палубу, смотрел в море. А потом я пришел работать в милицию. Работал с собаками, патрульно-постовой службой. Но однажды, попав в центральный питомник служебного собаководства, я загорелся желанием работать только здесь. Нашел, нашел. Мордик, молодец, молодец. Как видите, началось все с шутки, а стало делом всей моей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok